Привет, друзья! Сегодняшний маленький эпизод будет посвящен всего лишь одному упражнению Кулевому упражнению, который был на чемпионате Москвы И это упражнение было необычное Это первый раз вообще в российской истории На официальных соревнованиях Такое очень длинное, длинное по дистанции упражнение На 150 метров, плюс-минус Это 150-метровая галерея И мы с помощью вот таких больших пуль от Азот Должны были поражать эти мишени Это было очень интересно И я сам только что сейчас вышел с упражнения Поэтому могу поделиться с вами своими впечатлениями В общем, надо тренировать карабин, надо тренировать пулю, как это все говорят И первое, это параллакс на коллиматорном прицеле То есть, в зависимости от того, как двигается ваша голова От того изменяется точка попадания Поэтому нужно сделать так, чтобы лёжка была прямо в середине стёшка коллиматорного прицела Это принципиально Небольшое смещение приведет к тому, что ваше время будет улетать совершенно туда Ну и второй момент, конечно, должна быть очень стабильная позиция Я выбрал вообще стрельбу лёжа Хотя большинство стрелок опирались на препятствия Так что давайте посмотрим, как сегодня стреляли на этом упражнении Но перед этим я сделаю небольшой экскурс в историю пулевых упражнений в нашей стране Довольно долгое время у нас строили достаточно близкие по дистанции упражнения для пули Иногда расстояние до мишени могло составлять каких-нибудь 5 метров И причиной таких небольших дистанций часто были именно ограничения стрельбищ Поскольку лет 7-10 назад в нашей стране стрельбищ было очень немного Так или иначе, дистанция 5 или 15 метров Это картечная либо дробовая дистанция, но никак не для пули На мой взгляд, стрельба на близкую дистанцию пулей – это бесполезный расход патрона На чемпионате мира в Италии в 2015 году тоже были ограничения по длине галереи Итальянцы попытались найти выход из этой ситуации Поэтому они сделали интересные положения для стрельбы, а также маленькие мишени В том числе керамические тарелки, по которым надо было стрелять с дистанции 20 метров Сейчас в нашей стране все еще можно встретить упражнения со стрельбой пулей в упор Но сейчас появились хорошие стрельбища, которые позволяют строить отличные пулевые упражнения И началась тенденция, когда дистанция на пулевых упражнениях увеличивается все больше и больше Из этих пор уже появилась необходимость разобраться со своим ружьем Понять, как работает твой прицел, какова балистика у пули Понять, на какой дистанции еще можно стрелять с рук А на какой дистанции упор уже просто необходим В общем, все то, что уже давно освоили те, кто стреляет из карабина Радует, что теперь на матчах делают по-настоящему интересные пулевые упражнения А не для того, чтобы они просто были А дистанции при этом все возрастали и возрастали Вплоть до рекорда, который был поставлен Тольятти в 2016 году Когда мишени на пулевом упражнении были установлены аж на 120 метров Перед матчем многие стрелки боялись этой дистанции А некоторые думали, что из ружья вообще нельзя на такую дистанцию стрелять И были в восторге, когда поняли, что это вопрос умения Итак, Тольяттинский рекорд на дистанцию 120 метров Был побит на чемпионате Москвы Теперь это 143 метра Это действительно большая дистанция Для ружья и она уже близка к предельной Многие стрелки испытывали серьезные проблемы на этом упражнении У некоторых уходило даже более 200 секунд, чтобы попасть во все мишени Но среднее время составляло около 50-60 секунд Кто-то не смог пристрелять прицел на такую дистанцию И они не знали, куда у них летит пуля А у кого-то не было достаточного опыта, чтобы занять такую стабильную позицию Чтобы во время прицеливания ружье не болталось В конце дня оказалось, что 25 стрелков вообще не смогли набрать ни одного очка на этом упражнении Но я не соглашусь с теми, кто скажет, что во всем виновата слишком большая дистанция на упражнении Ведь все-таки ружье вполне позволяет стрелять на такую дистанцию И подавляющее большинство стрелков все-таки набрали свои очки и поразили все мишени На этом упражнении были нюансы помимо параллакса, о котором я говорил ранее Во-первых, стрелковая позиция должна быть очень стабильной, чтобы ружье не тряслось Потому что на такой дистанции даже небольшое движение уводит прицел и, соответственно, попадание от мишени Во-вторых, точка размером 8 муа почти полностью перекрывает мишень И это тоже надо учесть И третье – это баллистика вашей пули Нужно четко понимать, куда она попадает на определенном отрезке дистанции Для тех, кто не так давно начал заниматься ружьем Я объясню, каким образом летит пуля Она попадает в то место, в которое вы целитесь, только в двух точках на всем своем протяжении полета Я нарисую лишь схему того, как летит пуля Естественно, пропорции здесь не одинаковые Кроме того, баллистика пули очень сильно зависит от пороха, веса пули, ее геометрической формы и так далее Это линия прицеливания Она прямая, словно луч света В коллиматорном прицеле она выглядит, как красная точка Баллистическая траектория пули – это дуга После выстрела пуля летит к линии прицеливания, возвышается над ней, а потом опускается ниже нее Мое ружье пристрелено на 30 метров Это значит, что на дистанции в 30 метров, там где находится точка прицела, ровно туда и попадает пуля А вот где пуля опускается ниже линии прицеливания, вам необходимо узнать опытным путем Иначе вам придется узнавать это уже в ходе выполнения упражнения Что гарантирует вам веселое приключение Не знаю кому как, а мне это упражнение понравилось Оно носит вполне практический характер Благодаря таким упражнениям учишься понимать баллистику своей пули Пользоваться своим ружьем на дальней дистанции Матчи становятся куда более разнообразными И стрелять пулей вдаль это всяко полезней и интересней, чем палить ей в упор Но если гонка дистанции пойдет так дальше И упражнение уже будет на 180 метров То это, пожалуй, будет перебор Хотя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok